Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале Экзегет мы продолжаем изучение второй книги Паралипоменон и мы будем сегодня читать 21 главу. И почил Исофат с отцами своими и похоронен с отцами своими в городе Давидово и воцарился Иорам, сын его, вместо него. Жизнь Исофата окончилась, Исофат прожил жизнь неплохо, были, конечно, и ошибки, но в целом он старался следовать вере своего отца и не отступать от дома Давидова ни в каком виде. Итак, воцарился Иорам, сын его, вместо него. И у него были братья, сыновья Иоасофата, то есть родные пацу, Азария и Ехиил, и Захария, и Азария, и Михаил, и Сафатия, все сии сыновья Исофата, царя Израилева. И дал им отец их большие подарки серебром и золотом и драгоценностями вместе с укрепленными городами в Иудее, царство же отдал Иораму, потому что он первенец. На самом деле не всегда наследует отцу первенец, даже совсем не всегда. В случае с Авраамом первенец Измаилу не наследует, Аврааму наследует Исаак, который не был первенцем. В случае с Исааком первенец тоже не наследует, нечестивый Исааф, а наследует Иаков, хотя сам Исаак более любил Исаафа. И в случае с Иаковом первенец Рувим не наследует, потому что он впал в блуд. Иосиф, взойдя на кровать отца, переспал с его наложницей, а наследует Иосиф, Иосиф Прекрасный, у которого обнаружились очень высокие духовные качества. А вот в этом случае воцарился Иорам, потому что он первенец. То есть первенец не только по праву первого рождения, но и какие-то качества его опережали нравственные и моральные качества его братьев. И вступил Иорам на царство отца своего и утвердился. И смотрите, действия, как и он совершает. Он почтен властью. Он первенец. Он какие-то качества имеет нравственные и моральные, иначе бы отец его не поставил на такое служение. Но действия его далее идут неправильные. И вступил Иорам на царство отца своего и утвердился, и умертвил всех братьев своих мечом, и также некоторых из князей Израилевых, о которых он мог предполагать, что они могут ему отомстить за такую бойню, которую он устроил среди своих братьев. «Тридцати двух лет был Иорам, когда воцарился, и восемь лет царствовал в Иерусалиме». Здесь мы видим, что царство было все-таки недолгим. «И ходил он путем царей израильских, как поступал дом Ахауф, потому что дочь Ахауфа была женой его». Здесь объяснение, почему он так себя повел. «И делал неугодное в очах Господних». Возможно, дочь Ахауфа, этого нечестивца, она нашептала Иораму поступить так, как некогда молодые люди подсказали Рабааму поступить так и так, и в результате, когда он отверг совет старцев, происходит раскол народа Божия. Однако же не хотел Господь погубить дома Давидова ради завета, который заключил с Давидом. То есть, как мы в прошлый раз говорили, или позапрошлый, даже если цари были непутевые, благословение Давида их выручало. И потому, что обещал дать ему светильник и сыновьям его на все времена. Господь это обещал. И хотя Иорам, последуя своей жене, ведет себя неправильно, но Бог остается верен. В одни его вышел Едом из-под власти Иуды и поставил над собой царя, то есть, бунтовались, и пошел Иорам с своими начальниками, все колесницы с ним, и, встав ночью, поразили и Думиян, которые окружили его и начальствующих над колесницами. «И побежал народ в жилища свои, однако вышел Едом из-под власти Иуды до сего дня». То есть, когда писались эти строки, Едом так и не вернулся под власть царей Иуды. В то же время вышла и Ливна из-под власти его, потому что он оставил Господа, Бога, отцов своих. То есть, по мере того, как цари впадают в нечестие, земли сокращаются. Мы это видим. Также высоты устроил он на горах иудейских и ввел в блуждение жителей Иерусалима и соблазнил иудеев. Блуждение – это имеется в виду духовный блуд, потому что израильский народ – это как невеста, которая должна сохранять верность жениху Христу, божественному логосу, которым и изрекался закон еврейский. Но они поступают иначе, то есть блуждение – как бы акт духовного блуда. Далее рассказывается о том, что пришло письмо от пророка Ильи к царю иудейскому, в котором было сказано, «Так говорит Господь, Бог Давида, отца твоего, за то, что ты не пошел путями Исофата, отца твоего, и путями Ассы, царя иудейского, а пошел путем царей израильских, и ввел в блуждение иудею и жителей Иерусалима, как вводил в блуждение дом Ахавов, еще же и братьев твоих, дом отца твоего, который лучше тебя, ты умертвил, за то вот Господь поразит поражением великим народ твой, и сыновей твоих, и жен твоих, и все имущество твое, тебя же самого болезнью сильную, болезнью внутренней, внутренностей твоих, до того, что будут выпадать внутренности твои от болезни со дня на день». И все-таки непонятно, а почему же тогда Господь его избрал. Значит, какие-то качества были положительные. Но Илья говорит, что те братья, которых он умертвил, они были лучше его. Да, в чем-то они могли быть лучше. А в чем-то он их превосходил. Здесь мы не видим какого-то переворота, какой-то захват власти. Казалось бы, все происходит органично. Хотя вот эта бойня, она может намекать на то, что не так все просто, как это выглядит. И действительно, Господь поразил его внутренности. И со дня на день к концу второго года выпали внутренности его. Что значит «выпали внутренности его» вместе с испражнением. И он умер в жестоких страданиях. И народ не возжигал благовоний для него, как делал для отцов его. Оказывается, было принято в те времена совершать кождение, воскулять благовоние, как в христианской традиции вокруг гроба совершается кождение. То есть это библейская практика. Тридцати двух лет был он, когда воцарился, и восемь лет царствовал в Иерусалиме, и отошел неоплаканный. Похоронили его в городе Давидовом, но не в царских гробницах. То есть жизнь, которая очень интересно как бы начиналась, она очень трагически окончилась, потому что он не оправдал тех надежд, которые на него возлагали, как на правителя. Ведь по каким-то качествам его все-таки отобрали в царе. Как и в случае с Саулом, Саул тоже был избран царем, был помазан миром. Конечно, и этого правителя тоже помазывали миром, преступления на царство. Но так как не было стремления исполнять волю Бога, он пошел своими путями, и конец его был печален. Продолжение следует...